Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается работа по социальной дегазификации в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина. Программа пользуется большим спросом у граждан Карачаева-Черкесии. С начала этого года уже 617 жителей республики заключили договоры на подключение в рамках социальной дегазификации. Кроме того, за счет регионального бюджета оказывают финансовую поддержку для всех заявителей без исключения на проведение работ внутри границ домовладений. А льготным категориям граждан предоставляется субсидия на приобретение внутри домового газового оборудования. В первую очередь это многодетные семьи, участники специальной военной операции и семьи с низким доходом. В наших выпусках мы не раз рассказывали о благоустройстве региональной столицы. Вот только далеко не всем преображение Черкесии приходится по душе, и они вносят негативную лепту в облик города. О том, как минимизировать последствия от набегов вандалов, в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Один любит проехаться на спор по ступеням парка «Зелёный остров», другой проверяет на прочность детскую или спортивную площадку, третий демонстрирует грамотность на памятном месте. Подобные акции вандализма, а также молчания очевидцев недвусмысленно намекают, что жителям Черкеска благоустройство не нужно. Части людей, видимо, нравится существовать в том мире, где нет комфорта и красоты. Взять общественные территории. Уж сколько раз обслуживающей их организации приходилось заменять порванные провода, тренажёры, скамейки и не сосчитать. Осознанный вандализм – это когда люди приходят готовы с инструментом заведомо что-то поломать. К сожалению, это встречается – поломать или украсть. Вот, допустим, если мы возьмём, перед телевидением есть парковая зона детская такая, ну, там стоит медведь и медведица, стоял до этого олень. То есть кто-то пришёл с пилой, отпилил олень у рога, и в тот день, когда мы уложили резиновое покрытие, в тот же день она была украдена. Мы передаём на баланс, допустим, управляющим компаниям игровое оборудование, да, они за этим следят, то есть текущий ремонт, да. Но если какой-то вандализм, ну, и управляющие компании – это не особо интересно, потому что лишние расходы. Ну, и жильцы, конечно, возмущаются. Поэтому тема острая. То ограда вдоль проезжей части пропадёт, приходится ловить нарушителей и попутно устанавливать новые конструкции. То цветы или саженцы деревьев кто-то отправит в свой палисадник. И коммунальщики вынуждены оперативно искать замену, то у скульптур появляются повреждения, несовместимые с презентабельностью. И ведь находятся те, кто видит рукотворные памятники бескультурью, но молчит. Может, их тоже всё устраивает. С вандализмом сталкиваемся регулярно. Бороться с этим… Ну, есть пассивные методы, будем так говорить, о видеонаблюдении, активность граждан, которые наблюдают за предовой территорией. Ну, это работа, в первую очередь, в семьях, потому что зачастую, вот, допустим, тоже игровое оборудование, которое стоит на детских площадках, оно предусматривает, ну, какую-то возрастную категорию, допустим, 5+. А когда на него, допустим, заходят дети, там, 13+, ну, никакой оборудование не выдержит. Испорченные осветительные приборы, поломанные карусели, пропавшие урны и зелёные насаждения. У каждого из подобных случаев есть, скажем так, свои авторы. То есть те, кому благоустройство в Черкесске безразлично, если не сказать противно. Лишь бережное отношение жителей к создаваемому для них комфорту, отстаивание имущества перед вандалами, повсеместная установка камер в виде фиксации нарушений способна изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Детские пособия за июль семьи Карачаева-Черкесии получили на день раньше. Отделение Социального фонда России и Республики перечислили большинство семей без наличной выплаты 2 августа, поскольку 3 августа – выходной день. Если родители получают пособия через Почту России, доставка произойдет с 1 по 25 число, в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Напомним, что отделы социальной защиты населения выплачивают региональные детские пособия по своему графику, которые отличаются от дат социального фонда. 2 августа отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесской республике осуществит выплату семьям, имеющим детей, за июль месяц. Выплаты придут родителям на счета в банке по следующим видам пособий. Это единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Это яркий пример того, как человек молча может выразить свое внутреннее состояние на холсте. Что вдохновляет молодого художника на создание картин в стиле авангарда, расскажет Майя Хамдухова. Закрывать глаза, чтобы видеть, творить и создавать – высшая степень искусства. Как и у любого художника, композитора или поэта, композиции рождаются из эмоций к определенным событиям в жизни, из любви к природе, разочарованием и даже потерям. Эдуард Хавцев – молодой художник, который видит мир через призму собственного восприятия. Для него важно, чтобы зритель увидел в картине отражение себя самого – частицу собственной души. Взяв в руки кисть и акварель, я могу передать то, что нельзя сказать словами. Делится автор картин, представленных в картиной галереи Черкеска. Только так могу выразить все, что иногда не могу сказать, не всегда могу объяснить. Вот выражаю так. Для многих, наверное, это все-таки непонятно. Все какой-то ищут двойной смысл или еще что-то. Ну, я не знаю. Это мое отражение событий. На выставке картин в стиле авангард присутствовали почетные гости, среди которых был министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов. Он высоко оценил творчество художника и предложил различные идеи для дальнейшей реализации картин. Ведь для ценителей искусства и самого автора очень важно сохранить тот самый художественный стиль, который отразился в памяти как отрывок из собственной жизни. Глядя на работы, я думаю, что абсолютно легко будет сделать вот эти работы популярными, потому что в них во всех виден стиль, в них во всех видна применимость. Это вполне могут быть и дизайнерские работы, скажем так, дизайн-замещения, это могут быть и тематические работы. Каждая композиция художника состоит из симбиоза множества деталей, оттенков, контрастов, которые сливаются в один общий образ с глубоким философским смыслом. Такой необычный стиль привлекает внимание и толкает на самый популярный вопрос. Что же вдохновляет создателя таких сюрреалистических шедевров? По словам самого автора, секрет вдохновения очень прост. Это любить и принимать жизнь такой, какая она есть. Ведь каждое событие в жизни можно сохранить не только в памяти, но и на бумаге. Как вообще создавался такой шедевр, такая картина? Ну, не знаю, мне как художнику очень сложно что-то объяснять. Я рисую без эскизов и без заранее какой-то подготовленной темы. Поэтому они у меня все... Получается, сели и нарисовали, да? Да, все нарисовал. У меня нет ни замысла, я ничего не планирую. Оно как-то льется потоком. Примечательно, что у Эдуарда нет художественного образования. Он по большей части художник-самоучка. Но многие его работы хранятся в частных коллекциях, а некоторые уже отправились в другие страны. Творчеством художника все чаще интересуется молодое поколение. Сам автор очень трепетно относится к тем, кто только учится рисовать. Но сам бы не хотел обучать других. Художник считает, что занимаясь академизмом, теряется харизма. Майя Хамдохова, Михак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. В Словодском цирке яркая премьера шоу «Бурлеск» под руководством заслуженного артиста России Ги Радзе. На арену вышли яркие звезды российского циркового искусства. Лучшие артисты королевского цирка Ги Радзе и компании «Росгосцирк». О пресс-конференции и премьере расскажет Майя Хамдохова. Самая ожидаемая премьера этого лета – лучшее цирковое представление России. Новое грандиозное шоу «Бурлеск», который представил заслуженный артист России Ги Радзе и компания «Росгосцирк». В минувшие выходные зрители и гости города-курорта впервые увидели премьерные представления с мощнейшими хореографическими постановками, эксклюзивными костюмами и невероятными спецэффектами, масштаб которого можно сравнить только с бразильским карнавалом, но на манеже Кисловодского цирка. А накануне состоялась пресс-конференция при участии представителей руководства города-курорта, а также артистов продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Радзе, которые являются артистами российской государственной цирковой компании. Участники конференции отвечали на вопросы прессы и зрителей, которые были в предвкушении настоящего праздника. По словам Гии Радзе, это уникальное шоу с большими и групповыми номерами, которые покорили сердца зрителей по всему миру. Абсолютно необычный проект. Здесь очень много красивых костюмов, необычных декораций, тонны просто спецэффектов, которых мы сегодня увидели на пресс-конференции, это маленькая часть. Поэтому шоу «Бурлеск» он уникальный. Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2019 году и собирал аншлаги в столичном цирке круглый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-й международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира золотого клоуна Монте-Карло. Настоящая палитра ярких красок и впечатляющих трюков, профессиональное световое оформление, авторская музыка, зрелищные спецэффекты и первоклассное профессиональное цирковое искусство – все это заставляет зрителей не отрывать взгляда от манежа на протяжении всего шоу. Кисловодская публика хорошо знакома с творчеством Гии Эрадзе, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. По словам зрителей, шоу «Бурлеск» – это уникальный проект не только для детей, но и для родителей. Что шик, блеск, красота, необыкновенные костюмы, необыкновенный каждый номер – это что-то удивительное. Я говорю, превращаешься в ребенка. Добавь. Мне очень понравился номер с обезьянами и зебрами. Очень необычно, что зебры – дикие животные, вот так вот прыгают и скачут. Ярких и талантливых артистов на арене сопровождают очаровательные животные – пятнистые пони, лошади и далматины-наездники, розовые пеликаны и ламы, лемуры и гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, ловкие жонглеры на стрелах, сказочный пегас и царевна-лебедь. Эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин, страстная танго, гимнасты на турниках, бронзовые скульптуры и много других невероятно сказочных номеров. В шоу «Бурлеск» представлена уникальная групповая трансформация «Фаберже», которую мечтают увидеть поклонники творчества геи и рады со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и богатства императорского дома. Этот номер покорил сердца судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей кисловодского цирка. Неповторимый образ главной героини Мадам Бурлеск полностью отражает стилистику программы. Блеск, стиль, кабаре, мюзикл, феерия и грация. По ее словам, ее образ – это олицетворение красивой и сильной женщины, которая выходит из всех жизненных трудностей с гордо поднятой головой. Чем мой образ для меня ценен и важен, это тем, что в любой ситуации, потому что у комических актеров у них всегда все идет не так, как вы замечаете. И в этой ситуации нам всегда с вами нужно оставаться шикарными, красивыми и уметь выходить из любых жизненных невзгод и неурядиц с гордо поднятой головой и просто шикарной, как в нашем Бурлеске. Шоу можно будет увидеть в Кисловодске до 1 сентября. Билеты можно приобрести в кассе или онлайн на официальном сайте Кисловодского цирка. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных выходных! Субботний выпуск «Вести» подошел к концу.